То есть я как бы физик, но тем не менее с довольно большим бэкграундом и опытом в компьютер-сайенс. Для меня как бы хороший инженерный, сильный инженерный бэкграунд, он говорит о многом. Так сказать, data science в самом названии, да, слово science немножко, в общем-то, это некое преувеличение. Если честно, когда мы приходим к клиенту, если у него есть data science team, это прекрасно. У вас фактически автоэмейли, да, так сказать, больше ничего делать не надо, вот вам черный ящик. На наш взгляд, data-driven подход не работает. Потому что после того, как мы пролетели на платформу, у нас у всех переклинило, и мы тут же переделали там часть моделей. Сегодня в гостях Леонид Жуков, директор data science BCG Gamma. Мы поговорим с Леонидом и его командой о том, над какими проектами работают data scientists в Gamma, чем работа в Gamma отличается от традиционного консалтс и от работы в технологических компаниях, в чем заключается отбор в Gamma, как в нее попасть, какую роль играет формальное техническое образование, и как трансформировать бизнес гигантских корпораций с помощью науки о данных. Поехали! Расскажите, пожалуйста, об эволюции ваших научных интересов, ведь вы начинали вообще с физики. Да, начинал я с физики, это было давно. И просто так получилось, что когда-то я, когда поехал в аспирантуру в США, и, в общем, начал заниматься в аспирантуре в graduate school, а, значит, заниматься физикой, оказалось, что довольно много задач, которые решаются, вот я занимался теоретической физикой, они решаются в вычислительные, с помощью вычислительных методов, численных методов. Это с одной стороны. С другой стороны, оказалось, что на самом деле наше образование мифишное было достаточно сильное, и поэтому какие-то предметы, которые там, значит, надо было обязательно учить, мы, в принципе, уже проходили. И поэтому у меня было некоторое время, и я стал брать классы в computer science. Вот. И в результате этого, так сказать, у меня образование немножко сдвинулось, то есть я как бы физик, но, тем не менее, с довольно большим бэкграундом и опытом в computer science. И потихонечку, вот, так сказать, численные методы, методы вычислений, они сначала я их использовал в физике, после этого начал работать уже с, так сказать, с биологическими данными, еще с другими данными, ну, и в итоге, так сказать, медленно-медленно-медленно-медленно все это переместилось в численную науку. Тогда, в 2000-х годах, еще это не называлось data science, и про это не говорили как big data, но на самом деле данные были большие, и довольно много велось вычислительной работы даже тогда. Вот как такая короткая история. Физика — отличный бэкграунд для data scientists. Ну, по крайней мере, скажем так, если я довольно комфортабельно, комфортно чувствую себя на проектах, связанных с инженерными задачами, задачами, так сказать, производства, просто потому что, конечно, физика дает возможность понять процессы. Вы еще очень много делали исследований в теории социальных сетей, если не ошибаюсь. Расскажите о них. Да, ну, здесь, как бы, история такая, что, опять же, если мы вернемся немножко назад, в 2000-е годы, когда стали появляться социальные сети, и вообще, то есть, какой-то взгляд на информацию, как связанную между собой, как такой граф информационный, это было нечто новое, и было, естественно, интересно с точки зрения исследований. И в целом вот эта наука о социальных сетях, она где-то, ну, вернее, это обычно называют network science, да, наука о сетях, она возникла тоже где-то на стыке, там, так сказать, веков, и стала активно развиваться. Она, на самом деле, представляет себя такую мультидисциплинарную науку, и ее, так сказать, двигали вперед и физики, и математики, и компьютерщики, и социологи, и это было таким, так сказать, интересным очень и активно развивающимся направлением. В то же время, примерно в те же годы, я присоединился к Yahoo, и у Yahoo в этот момент уже, понятно, это был и поисковый движок, и Yahoo приобрело Flickr, социальную сеть для обмена фотографиями, и был Yahoo Messenger. То есть уже была возможность работать с довольно большими реальными социальными сетями. Это как-то вот так вот. Смотрите, вот сейчас, после исследований физики в теории сетей, не кажется ли работа в Data Science не такой интеллектуально глубокой? Я поясню. Еще в 2014 году в интервью вы говорили, что Data Science сейчас находится на уровне Master's Program. То есть, как таковых научных вещей пока нет. Можно сказать, что слово Science здесь еще не оформилось. Да. Ну, на самом деле, я, в общем-то, до сих пор считаю, что, так сказать, Data Science в самом названии, да, слово Science немножко, в общем-то, это некое преувеличение. Потому что, когда мы говорим о Science, мы говорим о фундаментальных вещах. Ну, например, физика, химия, математика, биология. То есть, это, так сказать, те дисциплины, где мы изучаем и пытаемся понять законы природы, да, какие-то фундаментальные вещи. Data Science — это, скорее, все-таки такая прикладная дисциплина, где мы используем различные наработки, скажем, в методах машинного обучения и других, и других предметов для того, чтобы найти определенные закономерности в данных. Я бы не сказал, что мы работаем с какими-то фундаментальными законами природы здесь, да. То есть, для меня все-таки Data Science — это больше прикладная дисциплина. По поводу того, что интересно, неинтересно, ну, на самом деле, что здорово в Data Science, да, что мы начинаем использовать методы, которые когда-то, раньше, опять-таки, в 2000-х годах применялись, скажем, физики, применялись в таких фундаментальных науках, мы их начинаем использовать для задач бизнеса. И вот это вот становится достаточно интересно. И мы смотрим на разные технологические процессы, мы смотрим на, так сказать, процессы, которые происходят, там, скажем, с покупателями при покупке вещей. То есть открываются огромные возможности для приложений самых разнообразных. Но пока что сами методы из Data Science, в принципе, которые идут из математики и физики, они ведь не очень сложные. Но пока это, по сути, линейная алгебра, немножко анализа, там, некоторое количество вещей из теории вероятности. То есть что-то сложнее-то пока и нет. Ну, я бы сказал, знаете, как это, я был бы осторожнее с тем, что, значит, там, сложно, не сложно. Вопрос, что сложнее. Квантовая механика там, ну да, она сложнее, но мы не используем методы, скажем, квантовой механики здесь. Но в то же время с точки зрения самой математики действительно в итоге все, конечно, сводится, так сказать, к некоторым фундаментальным, там, уравнениям, там, линейной алгебре и так далее. Но это не означает, что это просто. Как вы думаете, а что еще может прийти в Data Science из физики и математики? Ну, допустим, на горизонте, там, в 10 лет. Хороший вопрос. Даже так сходу, даже так сходу не знаю. На самом деле, одна вещь, которой не хватает Data Science на сегодняшний день и, в принципе, многим методам машинного обучения, так сказать, и то, как используется, это, на самом деле, оценка качества результата с точки зрения, там, скажем, более точной работы с доведительными интервалами и погрешностями. Потому что обычно все-таки, так сказать, так получается, что в Data Science даются некоторые предсказания. Но в то же время, скажем, в науке всегда очень и очень щепетильно относились к тому, что если мы говорим, мы предсказываем какую-то величину, дальше мы даем некоторый доверительный интервал и вероятность, в которой мы считаем, что эта величина правильная. Вот в Data Science пока это особенно не принято делать еще. Хотя, на самом деле, это очень важно для того, чтобы использовать результат на практике. Я слышу, что Data Science — это в меньшей степени наука пока и в большей степени практика ее применения. Это инженерная часть. Но тогда возникает вопрос, что, может быть, машинное обучение может само себя обучать, само себя реализовывать? Вот что вы думаете про AutoML? Что AutoML может, а где все равно нужен человек, и без человека не обойтись? Ну, вы знаете, это очень хороший вопрос. И что мы подразумеваем под AutoML? То есть мы подразумеваем, что у нас есть определенные методы, которые мы хотим разработать, которые могли бы, когда мы им просто даем сырые данные, они сами могли бы находить определенные закономерности. В принципе, я бы сказал, AutoML возможен, и даже на сегодняшний день уже в некотором смысле существует, в форме так называемой Transfer Learning, когда у вас есть уже некоторые модели, и натренированные в определенном образом, и их как бы можно распространять на новые данные. И есть некоторая стандартизация внутри определенных классов и типов задач. Ну, то есть, например, когда мы делаем распознавание образов, и у нас есть модели, которые работают для распознавания образов, мы действительно, создав такую модель, мы можем тренировать на разных данных, и она будет работать для распознавания самых разных образов. В то же время, когда мы решаем многие задачи, связанные с бизнесом, у нас не настолько... Входные данные, которые используются, они очень разнообразны. И, например, если вы там решаете задачу, не знаю, оттока клиентов в банке, то у вас в качестве параметров входных может идти и возраст, и пол, и адрес, где человек живет, и его транзакции предыдущие, и его друзья там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом во всем нужно разобраться, и каким-то образом, используя все вот эти самые разнообразные факторы, построить модель, основываясь на этих факторах. Я сейчас не вижу, как, скажем, автоматизированная система, которая не понимает и не знает, вот как это все было устроено, научится брать просто эти данные и сама создавать вот эти вот фичи. То есть, когда мы строим модели, есть, в принципе, два этапа. У вас есть фича инжиниринг, то есть превращение сырых данных в некоторые осмысленные факторы, от которых может зависеть результат. И после этого, используя эти факторы, дальше вы, так сказать, их, и основываясь на них, вы строите предсказательные модели, и дальше у вас там уже есть какие-то стандартизованные, стандартные алгоритмы, которые работают на используя эти факторы. Вот выбор, правильный выбор стандартных алгоритмов, да, вполне возможно автоматически. Перебор различных параметров, там, подстройка и так далее. Вот создание этих факторов, это в некотором смысле даже где-то, на грани, знаете, науки и искусства. Просто потому что нет, так сказать, какого-то одного правильного способа это делать. И здесь, на самом деле, требуется понимание, с одной стороны, методов машинного обучения, чтобы понимать вообще, что можно скормить алгоритм. С другой стороны, требуется экспертиза в, так сказать, domain expertise, да, то есть экспертиза в той области, в которой вы работаете, чтобы понимать, что имеет смысл, что не имеет смысл. Скажем, если мы говорим там, мы рассматриваем, скажем, сигналы, идущие из датчиков, надо смотреть на саму величину сигнала или надо смотреть, например, на скорость, как он меняется, да, то есть на величину или на производную. А что может быть важным? Это может знать эксперт, специалист, который понимает, что эта величина меряет. Ну и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть, по сути, feature engineering — это то, где требуется data scientist, потому что требуется domain knowledge и требуется некоторый уровень креатива. Да, и требуется понимание того, как работают алгоритмы, потому что, ну, фичи можно делать самые разные, некоторые из них могут быть немножко бессмысленны для алгоритма. Нужно немножко понимать ту часть тоже. То есть это как раз тот человек, который понимает, с одной стороны, у него, так сказать, есть представление о том, как работает сама область, да, и с другой стороны есть понимание о том, как устроены алгоритмы. То есть это как раз позиция для data scientist. Вот у меня сейчас будет, наверное, глупый вопрос. Вот в чем заключается. Смотрите, ведь часто модели, там, тех же нейронных сетей, они работают как black box. Им не нужно понимать данные для того, чтобы на их основе что-то выдавать. Например, картинки, им не нужно понимать концепцию кошки, чтобы понять, что это кошка. Вот аналогичный вопрос. Может быть, моделям и не нужно понимать доменную экспертизу какую-то, чтобы все равно выдать полезный результат, если мы можем оценить эту модель? Смотрите, это, кстати, интересная тема. Дело в том, что, если обратите внимание, вот нейронные сети, как вы правильно заметили, они устроены так, что у вас на вход подаются реально просто сырые данные, да, то есть необработанные. И где работают нейронные сети хорошо на сегодняшний день? Они работают в распознавании картинок, они работают там хорошо для текста, они работают хорошо для звука. То есть там, где у вас, во-первых, есть сигналы, так сказать, временное распределение сигнала, во-вторых, где у вас входные параметры однородны. В каком смысле? Когда вы смотрите на картинку, на вход, и пытаетесь проанализировать ее с помощью нейронной сети, на вход вы подаете значение для каждого пикселя, значение интенсивности цвета ее, то есть, так сказать, 0256 или какое угодно закодированное. Но они в этом смысле все одинаковые. То есть все фичи в этом смысле, это просто значение, и все пикселы одинаковые. У вас для каждого пиксела идет одно и то же. После этого нейронная сеть там складывает, прогоняет через сети. Если вы пытаетесь сделать, решить задачу, ну, опять-таки, вот там, пример, который я привел с банком, у вас одна фича — это возраст, другая фича — это, может быть, пол, третья фича — адрес, четвертая фича — там, доход. И вот просто так их сложить смысл особого не имеет. То есть они совершенно разнообразных типов фичи. В то время как внутри, скажем, когда вы делаете image recognition, у вас все фичи абсолютно одного и того же типа. Это просто интенсивность каждой точки, каждого пикселя. И в этом смысле для такого типа задач действительно нейронные сети работают. Теперь один нюанс еще. Смотрите, мы сейчас с большой легкостью говорим о использовании глубоких нейронных сетей для классификации, для обработки имиджей. И мы говорим, что фичи особо не нужны там делать, мы просто залили туда напрямую данные, и вот все сработало. Но ведь прежде чем это произошло, прошло много лет, пока исследователи занимались созданием архитектуры этих сетей. То есть в некотором смысле сложность фичи engineering перешла в сложность архитектуры сетей. И вот то время, которое сейчас, может быть, мы тратим на создание фич для, скажем, работы для банковских клиентов, вот это время было затрачено тысячи человек и часов, десятки тысяч человек и часов, исследователи, которые придумали оптимальную форму сети для того, чтобы она научилась распознавать образы. И теперь вот это вот все время, которое закодировано в некотором смысле в черный ящик и в сеть, мы легко используем, потому что все картинки, они стандартизованы. У вас все сигналы — это вот значение в пикселе. Вот в таком случае действительно, вот для такой истории действительно, вот у вас фактически автоэмейль, больше ничего делать не надо, вот вам черный ящик. Но таких примеров, вот мы привели, так сказать, три примера. Есть ли еще такие? Ну, наверное, можно как-то больше стандартизовывать. Но в целом многие задачи, они настолько индивидуальны и уникальны, что я больше чем уверен, что вот этот вот этап фича инжиниринг, он никуда не денется. Мы сейчас с вами обсудили математическую, техническую сторону вопроса. Интересна еще и бизнес-сторона. Вот не так давно вы говорили очень интересную вещь. Просто модель — это математическое развлекалово. Нужны рычаги для трансформации бизнеса. Вот какие рычаги есть у BCG? Расскажите о них, пожалуйста. Да, ну это вы хорошо, конечно, так сказать, вспомнили все мои цитаты. Я готовился. Смотрите, у нас даже, мы даже так у себя говорим, мы говорим, что при внедрении алгоритмов, при использовании Data Science в бизнесе, у нас есть такое правило, мы называем 10-20-70. Значит, это те усилия, которые нужно приложить для того, чтобы это внедрить и для того, чтобы получить value, создать ценность от наших алгоритмов. То есть 10% идут усилий на создание алгоритмов, 20% — на внедрение самой технологии и 70% — на change management, на изменение бизнеса. Что я имел в виду? Ну, опять-таки, вот, так сказать, пример, скажем, я довольно много занимаюсь задачами, связанными с предсказаниями поломок оборудования на производстве. И, скажем, мы можем построить модель, которая предсказывает время до поломки определенного оборудования. Ну, например, у вас там есть насос какой-нибудь или турбина, которая работает, и глядя на данные, идущие с сенсоров с этой турбины, мы можем сказать, что, наверное, через три недели мы считаем, что может произойти поломка. Ну, в некотором смысле, так сказать, анализируйте кардиограмму оборудования. Такую модель можно создать. Прекрасно. Например, она такая модель создана, она теперь все это считает. Что происходит дальше? Дальше для того, чтобы создать какое-то value для клиента, значит, эту модель нужно запустить в производство, и дальше все службы, они должны работать, используя эту модель. Значит, в данном случае это будут операторы, которые должны понимать, которые оперируют этим производством, должны понимать, что с этим делать и как реагировать, и система maintenance, потому что есть определенная система, с помощью которой поддерживается работа, как производится техобслуживание, ее нужно изменить, потому что если ее не изменять, тогда смысла во всей этой истории нет никакого. Мы можем потом более детально поговорить о том, как это работает, но в целом без этих изменений вы value никакого не получаете. И вот эти вот, принесение этих изменений в бизнес, это тяжелая и большая задача, и как раз преимущество BCG заключается в том, что BCG работает с бизнесом уже больше 50 лет, они понимают, как делать, как осуществлять change management в бизнесе. И на самом деле, мне кажется, это вот критическое совершенно отличие, скажем, BCG от многих технологических стартапов, которые, в принципе, по технологии, они, в общем-то, могут создавать эту технологию. У них возникают сложности с внедрением этого бизнеса, потому что для этого нужно иметь опыт работы с большим бизнесом, иметь доступ к этому большому бизнесу и понимать, как сделать так, чтобы люди начали использовать ваш продукт. Расскажи свой самый интересный проект. Мой самый интересный проект? Вообще все проекты мои интересные. То есть вот именно в BCG мне все проекты нравятся. Выбери один какой-нибудь. Ну, один, да, самый. Это вот как раз платформа. Помимо того, что была интересная задача, интересная команда, мы знали, что мы делаем, был некоторый драйв, как и всегда. Но в этот раз это была очень интересная и необычная локация, именно сама платформа. Потому что это нужно было пройти тренинг, подготовки к вертолетным полетам над водой. То есть учиться, по сути, тонуть в вертолете, выбираться оттуда, даже вверх ногами. Это очень интересный такой экспириент. Потом, значит, мы летели на эту платформу. Там жили неделю вместо трех дней, потому что был туман, и мы не смогли вылететь. Мы, кстати, не смогли туда прилететь с первого раза. То есть это вообще было интересно. Мы не смогли прилететь и не смогли улететь с первого раза оттуда. Вот. И, ну, это необычный объект в море. То есть вот такая вот махина железная, стоит посреди моря, качает нефть, газ, и как-то работает, шумит. Ну, это превосходное зрелище. Это очень запрашивает. То есть думаешь, насколько гений человека вообще продвинулся вперед, что он такие вещи может строить. А расскажи, пожалуйста, зачем туда вообще нужно летать с Data Scientist? Казалось бы, данные можно обрабатывать и в офисе. Да, данные можно обрабатывать и в офисе. Кстати, вот этот интересный был момент, как мне данные в этом проекте приносили. В итоге мне их привезли на вертолете на жестком диске. Прямо с самой платформы. Вот. Но это ладно, такой интересный факт о проекте. Потому что, на наш взгляд, Data Driven подход не работает. Нужно... То есть нам дали данные, мы просто сидим с данными и смотрим исключительно в данные, и пытаемся сделать какие-то выводы на них, и построить адекватную, вменяемую модель на этих данных, не зная специфику этой области, не посмотря своими глазами, как все происходит, мне кажется, это невозможно. Потому что существует огромный вот просто разрыв понимания между датасетом на компьютере и вот этой вот реальной жизнью. То, почему эти данные собрались так, почему значения такие, что происходило в этот момент. Потому что вот в нашем случае с платформой, значит, это данные датчиков. Вот мы смотрим на данные датчиков. Хорошо. Вот был какой-то период, когда мы думали, да, наверное, устройство себя вело очень плохо. А почему оно так себя вело? Мы звоним на платформу по телефону, начинаем объяснять, отсылаем картинки. Люди уже не помнят, к сожалению, оператора, что там происходило в деталях. Поэтому приходится туда прилетать, вместе с ними садиться и понимать, почему так или иначе они себя ведут, почему они принимают те или иные решения по управлению этим оборудованием и что они делают в случае, если там они видят те или иные показатели. Потому что в нашем случае оказалось, что до какого-то момента были вообще пусконаладочные работы и этот кусок данных вообще не стоит смотреть. Потом, те параметры, которые мы видели, что они там аномальные или неправильные, то есть оборудование как-то плохо работало, оказывалось, что просто кто-то уронил огромный гаечный ключ рядом с механизмом, датчик это зафиксировал, вибрационный датчик, например, он это зафиксировал и на самом деле все окей с этим. И пока вот мы не поговорили с людьми на самой платформе об этом, об этом, прям с ними, вот прям лицом к лицу, не посмотрели на это оборудование, не посмотрели, как операторы им управляют, как обходчики его осматривают, пазл в голове не срастался вообще. Потому что после того, как мы пролетели на платформу, у нас у всех переклинило и мы тут же переделали там часть моделей, а другую часть просто перекалибровали, изменили там параметры подготовки данных там. Окна, с которыми мы смотрим на какие-то показатели. Потому что пока мы не увидели процесс, не прожили его, мы не понимали до конца, что происходит. Ну, то есть на платформе вы не только собираете экспертизы и общаетесь с людьми, но вы и модели сами там делаете. Или вы просто приезжаете пообщаться, а потом летите обратно и разрабатываете? В нашем случае было 50-50. То есть мы уже пролетели с какими-то моделями, то есть уже была проведена подготовка. Но еще это был организационный момент, потому что на платформу полететь, это огромная работа по подготовке этого мероприятия. То есть согласование со всеми там заинтересантами, что мы летим. Получается бронирование места на этот вертолет. Проход, прохождение этого тренинга там самого, где мы оденали в вертолете. То есть вот это все, пока мы все это прошли и сделали, а еще здесь надо работать, оно вот где-то ближе там. Работать можно ночью или в самолете. В том числе, да. Вот где-то в третьей четверти проекта вот мы уже туда полетели, поэтому у нас уже были какие-то модели, было уже понимание, потому что у нас было огромное количество звонков с платформы, с операторами, прям даже ночью мы там сидели с ними общались, потому что там смена меняется. Но с ними полетели. И там уже прям поняли, что да, вот здесь надо поправить, вот здесь изменить, вот здесь вот нам операторы не забыли рассказать или, ну, не то, что забыли. Скажем так, какие-то детали были неочевидны в наших вопросах, и нам они до конца были неочевидны. А потом мы как-то все увидели, ну, сразу все по-другому сделали. И там же прям мы все переделали, перетестировали. Расскажите, пожалуйста, как искать задачи для Data Science в бизнесе? Потому что, с одной стороны, Data Scientist обладает экспертизой в Data Science, но могут не обладать Domain Knowledge, а бизнес обладает Domain Knowledge, но не понимает, что Data Science может для них сделать. Как подружить? Вы знаете, здесь, мне кажется, так сказать, нету короткого ответа. Как, я могу рассказать, как это у нас происходит на практике, да? Так сказать, идет движение с двух сторон, с обоих сторон. С одной стороны, у бизнеса есть вполне себе конкретные задачи, с которыми он приходит к BCG. Это могут быть задачи, например, по управлению персонала или еще чем-нибудь. Например, BCG, например, клиент может спросить, вы знаете, у меня очень высокая текучесть кадров, мы хотели бы посмотреть, что происходит. Он нам не говорит, что это задача математическая, у него есть просто реальная проблема, уходят люди. Дальше консультанты могут посмотреть, понять, из-за чего они уходят. И если окажется, что мы можем посмотреть, на эти факторы повлиять, а дальше мы смотрим на это и понимаем, что на самом-то деле ко всему прочему мы также можем попробовать предсказать, кто из людей уйдет. Наверное, скорее всего, в данном случае клиент не знал, что есть такая возможность. Они пришли с определенной задачей, с определенной болью. Мы сказали, что вы знаете, есть современные математические модели, которые вам позволят предсказать, кто из этих людей уйдет, и тогда вы можете принять активные меры. Бывает такая ситуация. Бывает естественная ситуация, когда есть различные публикации в журналах, люди видят. Бывает ситуация, когда кто-то слышал, что что-то происходит в другой области и спрашивается, можно ли применить это здесь. То есть совершенно с разных сторон подходят. Но опять же, наверное, ключевым заключается в том, что мы никогда не говорим клиенту, смотрите, у нас есть новая технология, давайте придумаем для нее применение. Мы всегда идем от бизнес-задачи, от бизнес-процесса, от каких-то, так сказать, бизнес-пейнс, которые существуют. Ну, либо применение вы должны сами придумать, а потом сказать, вот я и применение. Явно не клиент должен придумать. Нет, явно не клиент, и даже если применение, оно должно быть очень, так сказать, практическое, которое показывает, так сказать, path to value, то есть, зачем это нужно клиенту. Вот тогда обратный вопрос. Клиенты ведь часто сейчас сами развивают у себя компетенции в data science, и в принципе, у крупных компаний в России уже есть большой набор data scientists от своих. Вот как в таких условиях BCG Gamma может принести value? Ну, вы знаете, если честно, когда мы приходим к клиенту, если у него есть data science team, это прекрасно. То есть, потому что это означает, что они уже на определенном, так сказать, этапе развития. Это означает, что те модели, которые мы будем создавать, будут кому передавать. Да, уже культура есть. Уже есть культура, уже есть counterparts. То есть, это на самом деле очень хорошо. Что часто мы наблюдаем в таких ситуациях? Потому что понятно, что тема data science уже лет 5 существует, и многие компании начали, конечно, создавать все такие команды. Тем не менее, что мы замечаем, что случается. Обычно в эти команды либо нанимают людей внутренних, которые не были никогда, у которых нет профильного, так сказать, образования в data science, они как бы знают компанию, они понимают, что как, но им не хватает знаний в технологии. И тогда такая команда, она больше страдает от того, что они просто действительно не могут, у них просто нет современных алгоритмов, они не до конца понимают, как это все действительно технически работает. С другой стороны, бывает более частая история, когда нанимаются внешние люди, которые хорошо понимают машинное обучение, понимают, что такое data science, они туда приходят, но у них нет никакой связи с бизнесом. И оказывается, команда, которая немножко в таком вакууме, и она ходит по компании, пытается спросить, о чем мы для кого здесь можем сделать. То есть нарушена вот эта вот связь между алгоритмами и практическими бизнес-применениями. И в таких ситуациях обычно как раз BCG помогают с тем, чтобы прийти и помочь им приоритизировать задачи, собрать задачи, выбрать правильные задачи и запустить в этот процесс передачи алгоритмов, передачи, так сказать, решений в бизнес, имплементации. То есть вот эти как раз 70%, о которых мы говорили. И здесь, как BCGamma, мы помогаем им разобраться с задачами и, так сказать, kickstart the process. Еще хочу немножко просто прокомментировать. На самом деле, да, с одной стороны, многие компании создают такие подразделения. Но представьте себе, что вы завод, который производит трубы. И вам нужно теперь стать digital. Ну вот где вы возьмете людей, которые к вам придут работать? Причем вы еще и не в Москве, а где-нибудь. Но очевидно, что для них эта задача очень и очень сложная. Поэтому на самом деле еще одна из работ, которые мы делаем тоже в BCG, это мы помогаем запустить эти проекты, помогаем собрать и создать команду. И тогда это для нас решает тоже многие проблемы с тем, кому передавать разработанные алгоритмы и разработанные системы. А вот как собрать команду вот для такого примера, как вы сказали? Завод где-то еще и не в Москве. Тяжело. Тяжело, тяжело, тяжело. А есть разные варианты. Есть варианты, например, и тоже у BCG есть подвелезни BCG Digital Ventures, когда мы позволяем создать, создаем вместе с клиентом, например, стартап, в который клиент вкладывает деньги, BCG вкладывает деньги, и этот стартап, в него входят, например, какие-то эксперты от клиента, и мы на него набираем людей. Естественно, он сажается где-нибудь там, например, в Москве или еще где-то. То есть, сделается некое такое гораздо более секси предложение, чем просто работать на... Каоркинг со смузи. Да, 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 да. Но в этом есть некоторый смысл. И, кстати, это проблема не только российская, это проблема во всем мире, потому что, как правило, вот такие вот все индустриальные, тяжелые индустрии, они, естественно, сидят не в столицах. Представьте себе, там, США, они где-то сидят посередине Америки, они тоже не могут нанять себе людей. И вот эта вот история с тем, чтобы привносить новые технологии, для этого нужно, приходится создавать либо какие-то satellite офисы, либо еще идти на различные ухищрения, чтобы людям было интересно там работать. Плюс, конечно же, еще один такой нюанс. Для создания Data Science подразделения вам нужно набирать некоторую критическую массу людей. Просто, когда есть один-два человека, они будут настолько оторваны от всего Data Science Community, что они в итоге, в общем-то, не выживут в этом мире. То есть нужно, как минимум, там, 10-15 человек команду собирать, чтобы они внутри себя могли обсуждать идеи, чтобы могли работать над разными проектами, чтобы, так сказать, создалось вот такое вот командное ощущение. Почему, когда нанимают Data Scientist, очень много внимания уделяют техническому бэкграунду? Потому что, казалось бы, Data Science требует, конечно, больших интеллектуальных усилий, но при этом это все-таки не Science, это больше, это в какой-то степени и Art тоже, прикладная вещь. Ну, вы знаете, я немножко как бы biased в этом вопросе, да, потому что у меня, так сказать, есть тоже инженерный бэкграунд. Мне кажется, что в некотором смысле гораздо проще взять инженера и обучить его каким-то бизнесовым вещам, чем пойти в обратном направлении. Дело в том, что все-таки инженерная дисциплина, она очень прикладная и требует некоторого, так сказать, ну, опыта, да, привычки и определенного склада ума. И просто люди, которые идут в инженерную дисциплину, они, как бы, обладают этим складом ума и этим подходом. Все-таки, как бы, data science, или, там, можно, так сказать, относить, это, в принципе, инженерная дисциплина, потому что мы создаем продукты, которые должны работать. И это требует определенного кругозора и определенного опыта в создании таких продуктов. То есть в этом смысле я все-таки, так сказать, чуть больше, ну, стараюсь смотреть... Для меня, как бы, хороший инженерный, сильный инженерный бэкграунд, он говорит о многом. То есть, понимаете, можно пройти, прослушать курсы на Курсере и что-то, так сказать, знать об этом. Вы предвосхитили мой вопрос. Да, можно прослушать и что-то знать. Будете ли вы глубоко понимать все это? Ну, наверное, скорее нет, чем да, просто потому что эта область все-таки достаточно широкая. Не случайно, чтобы получить образование, скажем, диплом компьютер-сайентиста, вам нужно, там, 4-5 лет, потому что существует много-много-много, так сказать, дисциплины. Вы, там, год занимаетесь компьютер-вижн, вы, там, год занимаетесь операционными системами, вы год занимаетесь компиляторами, вы год занимаетесь программированием на разных языках, вы год занимаетесь, там, анализом данных, методами машин. То есть, это, на самом деле, большая-большая дисциплина. Когда вы слушаете курсы на Курсере, ну, у вас, так сказать, какие-то вещи сжаты в маленькие кусочки. То есть, в принципе, вы умеете говорить, вы что-то понимаете, но есть большая разница между тем, чтобы понимать концепцию и тем, чтобы делать продукт, который работает и работает надежно. Вот, смотри, если в СИВИ вуз не технический, но при этом человек, там, даже где-то поработал немного по технической специальности, видно, что много курсов проходил, вот его не отсеете на этапе СИВИ? Не отсеем. То есть, будет здорово, если, конечно же, кандидат подкрепит свое резюме с дополнительным письмом, где он напишет, почему ему интересно поменять, допустим, свой карьерный трек, или почему он хочет после, там, гуманитарного направления пойти в гамму, и он скажет о том, что, да, он учился сам, у него были какие-то курсы, он умеет программировать, он, может быть, делал какие-то проекты, да, какие-то, может быть, у него практика какая-то была, не знаю, хакатон или еще что-то, то мы в любом случае рассмотрим. А гитхаб смотрите? Смотрим. В общем, нужно гитхаб причесать, если не технар, нужно причесать гитхаб и показать, что технар. Дело в том, что проекты, на которых мы работаем, команды обычно очень маленькие. То есть у нас команда может быть 2-3 человека, иногда даже может быть один человек, Data Scientist, и дальше у вас будет там Project Leader. Это означает, что вся ответственность лежит на этом человеке. При всем, как бы, нашем понимании о том, что должен быть, значит, и там, есть всякие техники, там, и pair programming, там, и так далее, у нас, к сожалению, при той скорости, с которой мы разрабатываем, мы это можем использовать в очень ограниченном количестве. И поэтому нам нужно, чтобы люди, уже придя к нам, умели сами создавать надежный код, надежный программный продукт. И это критически важно просто потому, что вы здесь являетесь немаленьким винтиком в большой машине, и кто-то потом может прийти, посмотреть и поправить. Да, старший товарищ придет и все это исправит, сделает за вас. Нам нужно то, чтобы вы создавали, чтобы оно работало. И если у вас, как бы, если человек приходит, послушав курсы на Курсере, и нет профильного образования, ничего страшного, если он при этом несколько лет до этого проработал и действительно писал код, который идет в продакшн, это означает, что он уже набил все те, так сказать, шишки. Он еще и в продакшн. Ну, правда, ну, слушайте. Не просто модели. Ну, окей, может быть, не совсем уж, может быть, не полностью в продакшн, но, по крайней мере, он работал с настоящими софт-инженерами, которые могли посмотреть на его код и сказать, ой, вот так не делай никогда. Вот у нас, к сожалению, просто, опять-таки, в силу того, что команды у нас небольшие, и в силу того, что мы работаем с очень большой скоростью, у нас реально довольно сложно обучать таким вещам. Поэтому хотелось бы, чтобы человек приходящий, он, так сказать, умел это делать. С точки зрения профиля мы ищем ребят сильных, с живым умом, которые хотят развиваться, хотят учиться. Это некая смесь аналитики и бизнес-экспертизы. Ребята из сильных технических школ, которые умеют программировать, которые понимают, как результат их работы влияет далее на бизнес, и которые, наверное, не боятся путешествовать. Путешествовать не боятся. Да, потому что команда международная, проекты международные, и на самом деле большая часть работы, ребят, это действительно тревел. Тревел не только в России, но и очень много проектов зарубежных. Про этапы отбора. Да, этап. Этапы отбора. На самом деле команда очень сильная, и мы стараемся в рамках процесса отобрать самых-самых сильных ребят. Я бы сказала, что рекрутинг-процесс готовит, в принципе, вас к работе в BCG. Первый этап — это скрининг документов. Как я уже сказала, это резюме и сопротивляетное письмо. В письме мы ожидаем, что кандидат нам расскажет, почему ему интересно попробовать BCG в гамме, почему он сильный кандидат. После скрининга мы либо встречаемся на HR-интервью, либо мы отправляем онлайн-кодинг-челлендж. Эти этапы мы можем менять. Соответственно, на HR-интервью мы проверяем мотивацию, мы проверяем, действительно спрашиваем про проекты, которые были в больших данных и так далее. Мы тестируем английский язык, в том числе общаемся на английском. Нам интересно, как человек дальше видит свой карьерный путь, насколько его пожелания мэчатся с тем, что мы ему можем дать здесь, потому что мы абсолютно открыто говорим о каких-то плюсах и минусах работы у нас. На онлайн-кодинг-челлендж мы даем техническое задание. Они варьируются в зависимости от профиля кандидата. Там, как правило, несколько вопросов, где ребятам нужно кодить, кодить либо на AR, либо на питоне. И есть несколько открытых теоретических вопросов. Плюс, что технические тесты проверяют наши ребята. То есть проверяют не компьютер, а наши data scientists. Но там, наверное, тестируется программа компьютером, а потом они еще смотрят на качество кода. Или не так? Ребята полностью проверяют сами качество кода и теоретически тоже. Окей. Так, а что дальше? После технического задания и после HR-интервью мы встречаемся здесь на технической интервью с командой и с Леонидом Жуковым. И абсолютно... Здесь скорее уже не по резюме будет общение, а именно технические термины, какие-то формулы. Ребята дают технические задачи, представляют, допустим, вы к нам пришли, и вы работаете как data scientist, у вас такой проект, такая проблема, как вы к ней подойдете, допустим. И смотрят на глубину ответов кандидатов, могут попросить даже какой-то кусочек кода написать. Ну, в общем... Вопросы обычно касательно data science. То есть не будет вопросов по алгоритмам, структурам данных, вот то, что гномики называют? Мне кажется, в зависимости от профиля кандидатов, во-первых, да, то есть у нас есть разные ребята, есть ребята, которые эксперты в machine learning, есть ребята, которые эксперты в operational research, есть новое направление для нас, это для внешней аудитории, я бы сказала, что это называется software-инженеры, и в зависимости от того, как... Вот там гномики, скорее всего, будут. Там могут быть, да. Так, это техническое интервью. Что еще? Соответственно, техническое интервью с командой, техническое интервью с Леонидом Жуковым, с Леонидом уже на английском, как правило. И если мы говорим про фулл-тайм позицию, то есть региональный раунд, состоящий из двух технических интервью с нашими представителями из других офисов. Если мы говорим про стажировку, да, у нас сейчас идет отбор на стажировку, то там одно техническое интервью с Леонидом, с командой, и только одно интервью региональное, где мы уже даем, соответственно, оффер. Одно региональное... А что значит региональное интервью? Подрегиональное мы подразумеваем, поскольку еще раз команда Гамма международная, мы предполагаем, что в нашем процессе участвуют коллеги из других офисов, да, то есть из региона. Могут быть из Парижа, из Испании, любые доступные интервьюеры. А кейс-интервью бывает? Если мы говорим про фулл-тайм-позицию, то в рамках процесса есть также кейс-интервью. Мне кажется, это самый сложный этап отбора для наших дейта-сайентистов, потому что, как правило, ребята в Гамму, они не заточены на решение кейсов, да, то есть известно, что ребята, которые идут в классический консалтинговый трек, они решали огромное количество кейсов. Здесь мы стараемся на самом деле помочь. Мы направляем материалы, мы направляем ссылки, доступы на сайт, где можно посмотреть, как проигрывается интервью у нас. Мы стараемся организовать подготовительное мероприятие по разбору кейса, либо стараемся организовать МОК-интервью, но мячик всегда на стороне кандидата. Поэтому здесь скорее вопрос к внимательности кандидата и его желанию инвестировать в процесс подготовки. Понятно, что на этапе классического кейс-интервью мы смотрим немножко на другие вещи. То есть, как правило, оно бьется на несколько блоков. Мы оцениваем беседу по резюме, это то, как человек рассказывает про свой опыт, про свою мотивацию, про то, насколько он хороший командный игрок. Это же называется Personal Experience Interviewee. Да, и следующая часть – это как раз кейс, где мы стандартно смотрим на математику, на некую структурированность кандидата, но, конечно, в меньшей степени на какой-то бизнес-сенс, которая скорее ожидается от классических консультантов. Ну и понятно, что параллельно оценивается коммуникация кандидата, то есть как он выстраивает отношения, насколько он умеет слышать, можно ли с ним пойти к клиенту условно. Отлично. То есть, по сути, если кандидат прошел кодинг-тест, интервью с HR, потом интервью про техническое интервью по кейсам, то тогда получает оффер. Да, это если мы говорим про фулл-тайм позицию. Если мы говорим про стажировку, то есть возможность пропустить классическое кейс-интервью и одно региональное техническое интервью, и уже доказать себя, я бы сказала, в бою. И тогда уже можно получить потом фулл-тайм оффер и без всяких кейс-интервью. Абсолютно верно. Абсолютно. Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, про позиции для Data Sciences в BCG Gamma, и как выглядит карьерная лестница? Твой карьерный трек очень зависит от тебя самого, от того, насколько ты готов инвестировать в свое развитие, насколько ты ответственно относишься к своим проектам. Ребята, гамма-консультанты абсолютно выровнены по позициям с классическими консультантами с точки зрения условий, зарплат и так далее. Это абсолютно одинаковая история. Как консультант? Как консультант, только в Data Science департаменте. И там есть, соответственно, другие названия, то есть это Data Scientist, там есть внутри уровни, есть Senior Data Scientist, есть Lead Data Scientist, что соответствует, например, в классическом консалтинге пониманию Project Leader, и есть директор. У нас карьерная лестница начинается с того, что вы приходите к нам как Data Scientist, а потом у нас есть там позиция Senior Data Scientist. Это, в принципе, обе позиции, связанные с, так сказать, вы работаете руками, да. После этого у нас есть Lead Data Scientist или Project Leader. Вы также продолжаете... Это Team Lead. Да, это Team Lead. Он также абсолютно contributed, то есть вы тоже, естественно, продолжаете работать, но вы уже отвечаете за кусок проекта. И дальше у нас есть позиции, там, Principal Data Scientist, Associate Director. В этих позициях вы уже обычно ведете несколько команд, несколько проектов, и занимаетесь больше, даже часть времени уходит на то, что вы продаете. Потому что, ну, понятно, это консалтинг, то есть проект надо еще откуда-то брать. А, и это люди из BCG Gamma тоже это делают? Обязательно. То есть продают не просто BCG, а BCG Gamma тоже? Нет, конечно, да. Обязательно дело в том, что, ну, опять-таки, BCG, классическое BCG, оно умеет продавать проекты трансформации бизнеса. Когда мы говорим про аналитические проекты, часто не хватает у классических BCG-консультантов и руководства, не хватает глубины понимания. Причем, вы понимаете, когда речь идет о, вот, так сказать, проектах, связанных с аналитиками, очень часто со стороны клиента тоже участвуют люди, глубоко понимающие технологию. Поэтому, конечно, нам, как BCG, нужно тоже, чтобы в нашей команде были люди соответствующего уровня, достаточно также глубоко разбирающиеся технологии. Поэтому однозначно на кейсы, которых потом используется BCG Gamma, мы идем продавать вместе с классиками BCG. Ну и плюс надо к этому добавить, что в тот момент, когда происходят продажи, также определяется, ну, определяется стоимость проекта, определяются ресурсы, которые необходимы. Понятно, что, так сказать, Gamma, люди BCG Gamma понимают, сколько нам нужно ресурсов, разработчиков и так далее, что, в общем-то, ну, не совсем бывает очевидно для классиков. Ну, понятно. Есть ли возможность перейти из BCG Gamma в классический BCG и в обратную сторону? Хороший вопрос. Значит, однозначно сейчас, когда вот BCG Gamma растет, у нас есть довольно много желающих перейти из классического BCG трека к нам, и мы это осуществляем при этом, ну, пройдя техническое собеседование, да, то есть уже бизнес-собеседование нужно проходить, техническую часть нужно. У нас также есть примеры, значит, когда из Gamma переходили в классиков, но они, я бы сказал, редки. Но бывает. А почему редки? Просто неинтересно? Ну, просто интересно, потому что, если вы приходите, как бы хотите заниматься чем-то, так сказать, cutting edge, что-то совсем, так сказать, новое, вам интереснее аналитика, вот таких людей мы обычно нанимаем. И, в принципе, так сказать, ну, стандарт такой, что, чтобы попасть в BCG Gamma, в принципе, вы должны пройти вот... Классический BCG? Вы должны пройти интервью классического BCG на том же уровне, на котором вы проходите его в классике. Тогда зачем вам, в общем-то, это делать? Единственное, почему люди могут уйти, если им просто кажется, ну, ну, неинтересно, так сказать, заниматься аналитикой, хочется заниматься каким-то молли-буллером. То есть ты устал за компьютером сидеть, хочу пообщаться будешь? Ну, например, да. То есть такое бывает сейчас, в Гамме сейчас уже, господи, уже более 600 человек во всём мире. А в Москве? А в Москве нас сейчас 15, и мы продолжаем расти. То есть у нас есть открытые позиции, мы активно нанимаем. А есть ли какие-то международные проекты, на которых ребята с BCG Gamma могут участвовать? Да, абсолютно, значит, BCG Gamma — это глобальный офис. И, на самом деле, у нас довольно много международных проектов. То есть вот вы поговорите ещё сегодня с ребятами, которые, они все участвуют в международных проектах. У меня работала команда на одном из проектов в России. Проект был с «Лукойлом» и по оптимизации нефтедобычи, предсказания поломок оборудования. И вот сейчас просто, так сказать, члены этой команды, которые были тогда, проект закончился. Один из них работает на оптимизации авиационных перевозок, другой работал на проекте, связанном с оцениванием стоимости контейнерных перевозок. То есть одна страна, вторая страна, третья работает на банковском кейсе, третья страна. То есть, в принципе, какие-то кейсы проходят в России, какие-то кейсы проходят за границей, в общем-то, по необходимости. Я бы сказал так, у нас стаффинг происходит скорее по вашему знанию, опыту и умению. То есть, когда нужен специалист с определенным опытом, и он есть в другой стране, не вопрос, так сказать, туда его и туда человека везем. Ген, расскажи, пожалуйста, про свой международный опыт. Ты сейчас, получается, 9 месяцев был на проекте в Амстердаме. Да, с сентября мне позвонили, сказали, есть отличный проект с оптимизацией, все как положено. Он в Амстердаме. Есть ли у тебя виза? Виза не было, поэтому первый месяц я отработал в Москве, поудаленную, достаточно удобно работать, используя Slack, гид, все было хорошо. Но когда я присоединился уже лично, стало намного интересней, потому что проект связан с авиалиниями, работой, можно сказать, в аэропорту Амстердама, в Сипхоле. Что вы делали? Проект очень большой. Конкретно мой стрим занимался crew disruption management, а именно, если есть ситуация, когда расписание infeasible становится, то есть экипаж не может его снова выполнять, как минимальными изменениями сделать это расписание снова feasible, то есть так, чтобы его можно было выполнять экипажу. Альтернатива этому, если это сделать нельзя, приходится либо задерживать, либо отменять рейсы. И задержка, и отмена — это достаточно большие косты. Соответственно, если есть тул, который советует, именно decision support, который говорит, вы можете пофиксить расписание вот так вот, или как-то поменяв расписание, либо использовал резерв, если он есть, то это может сохранить достаточно большое количество денег. А в чем там data science заключается? На первый взгляд, казалось бы, наверное, можно придумать какой-то rule-based. Data science в том, что задача расписания, достаточно хорошо известные математические задачи, и если их сформулировать правильно, то это получается именно оптимизационная задача с целочисленными, в данном случае, булевыми переменными. И всю эту оптимизационную задачу можно запихнуть в какой-нибудь классический solver, который очень эффективен, например, в Гуроби, и который работает очень быстро. И тогда у вас получается уже оптимальное решение. Оптимальное решение самое выгодное. Если будет какой-то rule-based, первое, вы можете не всегда найти за решение, во-вторых, оно, скорее всего, никогда не будет оптимальным. Поэтому здесь как раз-таки, скорее, data science, operation research. Именно исследование операций, и работа с данными заключалась именно найти, скорее, вначале use case, где можно применить вот этот вот advanced analytics, operation research, чтобы сохранить достаточно большие средства. Что было самое интересное на проекте? Я думаю, атмосфера, которая создавалась командой, командой клиента и командой консультантов, то есть у нас была абсолютно интернациональная команда, был software engineer из Италии, software engineer из Испании, data scientist из Чили, data scientist из Гондураса, естественно, голландцы были, несколько человек из России, и вся вот эта смесь создавала неповторимую атмосферу. Потом работа, сама отрасль очень интересная. То есть я каждую неделю два раза летал туда и обратно, и, по сути, я видел в нашем Туле, видел расписание вот этих рейсов. Мог проверить задержку рейса непосредственно на своем компьютере или даже впоследствии, когда мы упростили интерфейс на телефоне. То есть я проверил и задержался? Да, то есть была ситуация, когда я смотрю, мой рейс задержан на 40 минут. Смотрю официальное расписание, он не задержан. Поеду на всякий случай, вдруг официальный верней. Нет, наша внутренняя оказалась намного точнее. Когда как раз из-за задержки экипажа, задержки пилотов, по-моему, наш рейс задержали. Слушай, то есть Тул предсказал задержку? Нет, Тул не предсказал. Тул знал данные. А, он внутренние данные знал. Да, он знал внутренние данные. И как раз, если бы его можно было применить в тот момент, он еще в разработке был, то, возможно, можно было найти решение, чтобы рейс не задерживался из-за того, что на предыдущем рейсе пилоты задержались. Соответственно, я мог на себе почувствовать, когда он уже сейчас в работе, что некоторым людям, может быть, сокращена достаточно сильная задержка благодаря нашему Тулу. А в деньгах сколько это экономии? В деньгах зависит от рейса. То есть какие-то рейсы очень дорого задерживать из-за того, что в них потом слишком очень много пересадок, и люди теряют свои пересадки. То есть все очень сильно зависит. Плюс тут скорее, если говорить о самых больших сохраненных именно денежных средствах, то тут не наш Тулу надо рассматривать, а параллельно ему, который работает не с экипажем, а с самолетами. Потому что когда вы меняете расписание самолетов, либо оптимизируете их назначение, учитывается еще расход топлива разных моделей самолетов, задержки из-за самолетов и так далее. То есть здесь сейвится несколько больше. Слушай, ты пошел в BCG Gamma из аспирантуры. Да. Сразу вопрос такой, а не скучно ли работать в Gamma, ну и вообще в бизнесе, после аспирантуры? Абсолютно нет. Во-первых, работа на самом деле достаточно похожая. То есть что у меня в аспирантуре было? Найти какую-то задачу, сформулировать математическую модель, проанализировать ее, может ли она быть решена, сформулировать ее, программировать на компьютере, решить ее, проанализировать решение. Здесь то же самое. Есть задача, нужно восстановить расписание. Формулируется модель, делается сначала какой-то прототип, буквально на коленке, он решается, он смотрит, что задача решаема. После этого мы уже разрабатываем именно сам тул, то есть полноценный тул, который развертывается, есть цикл релизов, нанимают софтвей инженеры, фронт-энд инженеры. На этом все. Спасибо, что смотрели. Лайкайте, отправляйте друзьям, рассказывайте о нас. Мы вам будем очень благодарны. И, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам было интересно в этом интервью, а что показалось скучным и бесполезным. Мы обязательно учтем ваши комментарии. И расскажите, с кем еще вам хотелось бы посмотреть интервью. А мы снимем. Спасибо. До следующего раза.